Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 26 июня, я в теплице с перцами, и сейчас я расскажу еще раз, чем можно подкормить перцы. Но вчера я рассказывала для открытого грунта, а сегодня буду рассказывать для теплицы. И хотя это одно и то же, но многие начинающие думают, что в открытом грунте подкормки одни, а в теплице подкормки другие. Вот именно для тех, кто еще ничего не знает о выращивании растений, я делаю этот повтор. Кто выращивает перец уже не первый год, вы можете это не смотреть, ничего нового здесь нет. Все так же, как в открытом грунте. Смотрите на свои перцы. Вот я зашла, смотрю на перцы. Если они пышут здоровьем, если у них хороший внешний вид, если они цветут и у них много завязи, значит я буду кормить их калием. То есть, то же самое золой. Стакан золы на ведро воды и немножко добавляю иода для дезинфекции, ну вот от этих, от всяких болезней. Если у вас перчики, несмотря на то, что вы высадили в теплицу давно, стоят в одной паре и не растут, даже если у них есть бутончики и цветочки, но они маленькие-маленькие, то тут вы можете сделать вывод, что им нужен еще и азот. В качестве азота можете применить какие-то подкормки жидкие, есть очень много жидких, вот эта черная жидкость в бутылках продается. Можете подкормить просто комплексным удобрением. В начале сезона ничего страшного не будет, если вы подкормите, например, нитрофоской, где в равных долях азот, фосфор, калий. Это даст толчок вашим растениям, они нарастят зеленую массу, потому что пока не будет у них вот такого хорошего зеленого пышного куста, они не смогут выносить вот эти свои перчи, много урожая дать. Если кустик маленький, но он уже цветет и у него уже есть зависть, он остановит рост вот этой листовой массы и начнет всю свою силу бросить на образование вот этой перчины. Да, ее он сформирует, но дальше ему будет сложно развиваться, потому что он сам по себе еще маленький и он уже плодоносит. Лучше всего, когда перец сначала вырастает вот до такого состояния, делается большой зеленый, а потом уже начинает свисти и плодоносит. Но не всегда это бывает так. Бывает, что зеленая масса совсем маленькая, а на нем уже плоды, на нем уже цветы. И тогда, конечно, нужно задуматься о том, что, скорее всего, азота ему не хватает. Скорее всего, при высадке в грунт, в лунку вы ничего не клали, не добавляли никаких перегноя, никаких-то там. Но можно, если кто придерживается натурального вот такого растеневодства, пожалуйста, травяные настои. И птичьим пометом есть поливают, и коровяком, и перегной добавляют. Если ничего такого у вас натурального нет, можно использовать и фабричное. Вот эти жидкие, как я говорила, удобрения, они тоже натуральные. Вот эти гумат, ну различные всякие гуми, гуминовые. Или можно использовать комплексные удобрения. Все. Смотрите по внешнему виду. Если маленький, значит нужен азот. Если пышет здоровьем, такой большой зеленый, значит нужен калий. Все. Я сегодня буду подкармливать золой, потому что я смотрю по внешнему виду, они выросли у меня сами хорошо, которые не доросли, те еще дорастут, еще июнь. Буду делать золу. И вот. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok